Мне кажется, что в своих выступлениях на самых разных каналах я достаточно много и довольно часто касался темы плана ГЛРО. Факт, касающийся этого грандиозного плана, реализация которого в считанные годы превратила крестьянскую страну в индустриальную, можно перечислить в виде небольшого конспекта. Разработка плана велась умами, опытом царских инженеров. Без новой советской власти наработки этих действительно талантливых профессионалов настоящая, а не некая философская элита России единым планом никогда бы не стали. Споры о том, что было важнее профессиональный опыт инженеров или воля руководителя молодой страны Советов просто не имеют смысла, поскольку в 1920 году произошло уникальное событие. Государственная воля и профессионализм соединились в единое целое. На этом мы ставим точку. Энергетики царской России, прежде всего Роберт Эдуардович Классен, один из первых марксистов России и тот человек, который первым стал внедрять в нашей стране переменный ток, сумели получить совершенно уникальный опыт, практический опыт реализации совершенно новаторских для тех времен проектов. Строительство тепловой электростанции на местном энергетическом ресурсе. Первая высоковольтная линия электропередач продолжительностью более сотни километров. Работа электростанции в параллельном режиме. Так выглядел проект Торфяной электростанции электропередачи в Богородском районе Московской губернии, ныне город Электрогорск. Проект, проектированием и реализацией которого под руководством Классена занимались Глеб Краждановский, Лев Красин, Сергей Алилуев, Александр Винтер, Иван Радченко, Василий Старков, выдающиеся инженеры и выдающиеся марксисты. Город Электрогорск вырос из поселка при электростанции. И вот при строительстве поселка инженеры выяснили, что возведение электростанции требует комплексного подхода. Жилье для сотрудников и все то, что мы сейчас называем социальной инфраструктурой. Магазины, столовые, больницы, школы. Поскольку крестьянам Богородинского уезда образования явно не хватало. Строительство дорог, как выяснилось на практике, являются неотъемными составными частями проекта возведения электростанции именно с того времени. И тогда же классы на его команду выяснили, что все, касающиеся поселков, необходимо сразу закладывать в смету. Иначе придется сражаться за дополнительный кредит. Поскольку план ГЛРО разрабатывали ученые энергетики, опыт, полученный на электросиле, был масштабирован на все, что проектировали, а потом и построили. Были ли среди разработчиков ГЛРО инженеры, не разделявшие идеологию РСРП? Были, но это не мешало им работать. А комиссары в пыльных шлемах ничего против не имели. Объединенная электроэнергетическая система в философском смысле ярко выраженная в воплощении идей социализма в железе. Кто бы и что по этому поводу не говорил. Электроэнергетическая система собирает в единое целое всех участников процесса генерации, передачи, диспетчеризации и потребления электроэнергии. Не крутится ротор, нет электричества, нет работы у диспетчеров и у сетевиков, потребители сидят в темноте. Крутится ротор, но не работают сети, абсурд. Крутится ротор, гудят провода, но нет диспетчера, ждите потери частоты и прочие короткие замыкания. Потребитель лег спать, выключив свет и все розетки. Нет нагрузки в сети и не будет возможности работать энергостанциям, сетевикам и диспетчерам. Главного нет. Производство и потребление электроэнергии носит принципиально коллективный характер. Нет потребителей, строительство электростанции и сети не имеет никакого смысла. Нет электроэнергии, нет смысла строить заводы, фабрики и населенные пункты. И глубоко фиолетово, какие там были политические убеждения у участников штаба ГРО, инженеры проектировали электростанции вместе со всей системой потребления. Строители заводов и фабрик точно знали, к тому времени, когда потребуется начать работу станков и прочих прессов, подача электроэнергии будет гарантирована. Строители электростанции и сети точно знали, к тому времени, когда настанет пора работать генератором, нагрузка в сети будет. Причем будет именно такой, который требуется для этой электростанции. Карл Маркс – теория. Электроэнергетика – практика. А советская власть при реализации ГРО получала свое фантастический рост производительности труда, новые промышленные объекты, новые населенные пункты, новые коммуникации. Проектировщики ГРО работали, используя совершенно новый подход – экономическое районирование страны, ставшая предпеча с начала разработки теории энергопроизводственных циклов, которая и дала возможность создания территориально-производственных комплексов. Ну а ТПК и стали основой, фундаментом нашей победы в Великой Отечественной войне и стремительного восстановления страны из послевоенной разрухи и ее дальнейшего развития. Отрицать то, что и в настоящее время экономико-социальное развитие России все так же опирается на созданные в советские годы ТПК, можно только в одном случае – полного отрицания фактов и подмены их идеологическими либеральными догмами. Такое вот сегодня получилось вступление к продолжению моего разговора с первым заместителем генерального директора ПАО «Росгидро» Романом Берниковым. Как связано это предисловие с «Росгидро»? Да напрямую. ГЭС, которыми владеет и управляет «Росгидро», это первенцы плана ГЛРО и ГЭС, созданные в период развития территориально-производственных комплексов. Я подбирался к вопросу об отношении Романа к плану ГЛРО, что называется, издалека, поскольку его ответ, не буду скрывать, давал оценку его адекватности и профессиональной пригодности. Начал бы он в ответ про лагеря ГУЛАГа и ужасы сталинских репрессий? Все ясно. Имеем дело с эффективным менеджером. Интервью можно вежливо прекращать. Был бы ответ положительным? Отлично. Значит, руководитель компании думает не только о компании, но и об интересах всей России. Но, как известно, хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Роман Бердников о плане ГЛРО и его огромном значении для всей экономики страны и в настоящее время начал говорить вообще без моих вопросов. Больше того, Роман знает и понимает значение работы энергетического института, созданного Глебом Краждановским, что именно в этом научном институте были разработаны концепции единой энергетической системы, концепции централизованной теплофикации наших городов и иных населенных пунктов. Про идеологию нет, мы точно не говорили, поскольку гидроагрегаты, котлы тепловых электространцев, трансформаторы и провода ЛЭП работают вне зависимости от того, какой именно изм у нас своими на дворе. Если кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, ждал от сегодняшней передачи чего-нибудь про политику, можете выключать картинку, дабы не испытывать разочарования. Так что мое личное мнение о Романе Бердникове описывается просто. На ответственном посту у государственной компании работает профессионал-энергетик, что не может не радовать. В беседе с Романом Бердниковым были подняты самые большие и самые болезненные проблемы российской гидроэнергетики. Названа вслух причина, по которой последней на сегодня стройкой большой ГЭС в нашей стране стал ввод на проектную мощность Усть-Среднеканнской ГЭС в Магаданской области. Гидропотенциал России в настоящее время используется на 20%. Это достаточно известный факт. А вот о том, как выглядит ситуация в других странах, нам рассказывают... Ой, да никогда и не рассказывают. Предпочитают обходить этот вопрос страной или отделываться общими фразами. Я понимаю, что в предвыборную пору надобно исключительно и только о наших достижениях. Но никогда с этим не соглашусь. От того, что мы будем себе вот так вести, либо сова порвется, либо глобус треснет. Важна объективная картина. Все остальное – дорога в пропасть. 20-е место в мире по степени освоенности гидроресурсов. Это просто факт. И мне фиолетово, нравится он кому-то или нет. О чем разговор? О необходимости опережающего развития Дальнего Востока в последнее время с подачи Владимира Путина стали говорить много и часто. Это хорошо. Плохо другое. Впервые о том, что развитие Дальнего Востока – национальный приоритет России на весь 21 век, Путину высказался еще в 2003 году. Я не злопамятный, у меня просто память хорошая. 20 лет назад президент страны заговорил о необходимости расширения провозных мощностей БАМа и Транссиба. Но эффективные менеджеры во главе с Кумбриным, тогдашним министром финансов, а ныне эффективным разносчиком пиццы в Яндексе, разъяснили ему за KPI, капекс с опексом. И развитие Восточного полигона удалось начать только через 10 с гаком лет. Да и то дело идет со скрипом. После страшного наводнения 2013 года, едва не смывшего все наше преамурие, Путин поручил правительству Медведева решить вопрос за счет строительства плотинных ГЭС с их противопаводковыми спецэффектами. Росгидра тут же предложила проект о строительстве 11 ГЭС на притоках Амуры, чей общий активный объем водохранилищ мог бы составить 34 кубических километра. На 3 кубических километра больше объема того жутковатого наводнения 2013 года. Но господин Медведев, истово выполняя поручения президента, поручил руководство, созданное по поручению президента правительственной комиссии, выдающемуся шахматисту всех времен и народов Аркадию Дворковичу. И все до одного предложения Росгидра были отвергнуты. В августе 2021 года Путин поручил правительству изучить возможность строительства в Преамурье трех ГЭС. Росгидра выложила на стол их проекты через 2-3 недели, уже на Восточном экономическом форуме. Через это правительство прошли целых два проекта. Не самая плохая результативность. В настоящее время Росгидра уже приступила к детальной проработке проектов Нижнезийской и Селинджинской ГЭС. Можно было бы порадоваться, да вот только и месяц в маханькой деталь. Никто не знает и не понимает, каким образом можно добыть финансирование такого строительства. Банковское кредитование при нынешних ставках не предлагать. Это я мяг. Хотя очень просят совсем другие слова. В общем, спасибо Эльвира Сахибзадовна за то, что нам так весело. Дарит надежду то, что Путин все еще не смирился со своими поражениями. Это ему принадлежат слова, сказанные на Восточном экономическом форуме в сентябре минувшего года. Энергетика Дальнего Востока должна развиваться опережающими темпами. Дарит надежду то, что не опускает руки Росгидра, которая помнит о самом последнем советском недострое. Крапивинский ГЭС в Кемеровской области. Помнит о том, что в Якутии не забывают, что недостроен каскад Вилюцкий ГЭС. Да даже то, что у нас хотя бы малые ГЭС строятся, в том числе и Плотинные, в том числе и отчаянными частными компаниями, уже хорошо. Тема настолько большая, что одного маленького интервью, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Так что, если интересно и вам, пишите об этом в комментариях. А пока давайте остановимся на очевидном, логически обоснованном выводе. С учетом жизненной необходимости и экономически-социального развития всего Дальнего Восточного федерального округа, с учетом сказанного президентом России необходимости опережающего развития здесь энергетики, имеющегося огромного опыта, полученного в результате реализации плана ГЭЛРО, реализации проектов территориально-производственных комплексов, наличия серьезного массива данных геологов о месторождениях самых разных полезных ископаемых. Но с учетом того, что план ГЭЛРО географически остановился в Западной России, что мы имеем? На мой взгляд, уникальную возможность разработать план ГЭЛРО-2, теперь уже для нашего Дальневосточного федерального округа. Нет, я не спорю. То, что у нас стали появляться так называемые мастер-планы для городов Дальнего Востока, это просто здорово. Их давно нужно было приводить в порядок, в состояние достойное второго десятилетия 21 века. Но наши города в этом регионе отделены друг от друга сотнями километров. Дальний Восток не может похвастаться дорожной связанностью, что кардинально отличает регион от европейской части России и нашего Урала. Вдоль трассы БАМа, в 150-километровой полосе справа-слева, в советские времена было открыто около тысячи крупных и средних месторождений твердых полезных ископаемых. Уже в Новой России при строительстве Амура-Якуцкой магистрали открыто еще около 350 таких же месторождений. Сейчас георазведка продолжается, но усилиями частных компаний, вкладывающих деньги в поиски углеводородов любого вида – жидкого, газообразного и среднего. Я просто не знаю, каким словом обозначить газовый конденсат. Есть и исключения, что опять же внушает оптимизм. Известно, что ищет и порой находит компания «Алроса». В прошлом году в Нерингрене, на юге Якутии, Мечелом отгружено первые 500 тысяч тонн железной руды. Нужно возвращаться к наработанному нашими предками опыту. Нужно этот опыт поднимать на новый технологический уровень. Но прежде всего нужно развивать энергетику Дальнего Востока. И так уж сложилось, что у нас ровно одна энергетическая компания – «Росгидро». С 2011 года владеет и управляет всей энергосистемой региона. От Находки на юге до Певека на севере. От Забайкалия на западе до островов Курильской гряды и Сахалина на востоке. Камчатка на северо-востоке. Если кто-то и способен взяться за разработку проектов новых территориально-производственных комплексов на Дальнем Востоке, то это, на мой взгляд, именно специалисты «Росгидро», региональные органы власти и, конечно, профессионалы в наших энергетических вузах и все ученые-геологи, работающие в отраслевых институтах Российской Академии наук. Работа большая и сложная, причем сложная не только сама по себе, но и тем, что она будет требовать огромного количества межотраслевых соглашений между министерствами нашего родного правительства. Впрочем, это совсем уже ушло в сторону, но если что, то если интересно, с удовольствием вернусь к этой теме. Раз уж я неожиданно для самого себя припомнил про Камчатку, то точно нельзя пройти мимо трех уникальных для России электростанций, эксплуатацией которых занимается, опять же, «Росгидро». Возобновляемые источники энергии – это ведь не только солнце и ветер, не только вода рек. В этом списке есть место и для геотермальных источников. Паужецкая, Мутновская и Верхнемутновская геотермальная электростанция – это тоже «Росгидро», которая потихоньку, чтобы не заметили в Федеральной антимонопольной службе Антон Германович Суланов, развивает план расширения их мощностей. Что интересно, не одиночку, а с привлечением компании из числа тех, кто не вписывается в либеральную парадигму и панигирик об эффективных, предприимчивых и легких на подъем частных собственниках. Но об этом уже во второй части нашей беседы с Романом Бердниковым. Вам слушать. А мне надеется, что в ваших комментариях, уважаемые зрители и слушатели, я увижу слова «А давайте еще про «Росгидро». Рассказ об этой компании снова не получился полным, так что продолжение обязательно последует. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсору. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект Геоэнергетика.Инфо продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Ну это понятно, но с другой стороны, вот как в советские времена электростанции, когда их начинали проектировать, якорные потребители проектировались вместе с электростанциями. Это правильно. Это сразу гарантированная нагрузка где-то идет, это абсолютно правильно, и взвешивалось. Но это не значит, что они должны друг другу участвовать в капитале одни в других. Я говорю именно организационно, что это шло синхронно, и когда заканчивалось строительство электростанции, мощность уже разбирали просто на ходу. Ну знаете, это план ГОЛРО, я считаю, что действительно это тот план, который многие недооценивают. Это не план развития энергетики, это план первой пятилеткой Российской Федерации, благодаря которой мы имеем большую часть того, что мы имеем. Потому что это эффективное развитие, системное развитие всех ресурсов, отраслей и транспортной, и другой инфраструктуры. Поэтому тот опыт надо обязательно использовать, и нельзя от него отворачиваться. Потому что мы когда сейчас говорим ГОЛРО, только многие не понимают, что это такое, а это освещение, электрификация. Это эффективное развитие, и как раз оно, правильно говорите, потребление, нагрузка. И эффективное развитие, которое позволит эффективно строить ту генерацию, те ресурсы используют для того, чтобы покрыть то или иное потребление, образованное. Я, например, изучал историю ГОЛРО, и если брать объем финансирования за 100% на электротехническое хозяйство, то есть на строительство электростанций, на линии электропередачи и прочего, 8% финансировали. Все остальное – дороги, города, заводы, фабрики и так далее, и так далее. Говорить о том, что это было только про электроэнергию, точно не приходится. Знаете, немногие там, да, знают, кто такой Кржановский, а скажет, какой-то революционерный. Поэтому, конечно, это тот и... Он не только песни переводил. Я очень люблю Кржановского. На самом деле, то, что мы имеем и единая многосистема, благодаря только ему, потому что он же был основополагателем идеи развития центрификации, теплофикации городов, потому что централизованное теплоснабжение – это наше прерогативо. Это создание единой энергосистемы. Он действительно хороший, грамотный инженер, который еще до революционных времен был одним из продвинутых энергетиков. Поэтому многое заложило. Это надо использовать, а не отворачиваться, как и не пытаться запретать новое. Ну, и это, на самом деле, не только вот тот дальний опыт. У меня так по семейной линии немножко связано со... Росстаники строили самая разная ГЭС в Сибири. Усть-Илимская. Там на моей памяти 18 гидроагрегатов. Она еще не была... Еще не был отлит бетон, но энергию с первых 13 гидроагрегатов уже готовы были разобрать. Там как только появлялся гидроагрегат, все сразу было расхватано, и все шло как ты сделал. Я считаю, абсолютно вы правы. То есть, должно быть... Просто если это делается, это как системная стойка, тогда потребители по-другому повернутся. Потому что, как уже мы повторяемся, идет игра, будет, не будет. И вот такая кошки-мышки. И модель поведения потребления это отдельные тоже песни, отдельные разговоры, заявка на тех присоединения, что это такое. Да, это из кучи подных заявок до реализации доходит незначительное количество. Даже цифры говорить не хочу. Там статистика очень такая не сильно эффективная с точки зрения потребителей. Поэтому, конечно, и потребители ведут себя. Хотят. Дайте мне гарантированно бесплатно. А будешь потреблять? Ну, это я уж там посмотрю. Главное, дайте мне. Как из серии, что такое побраски. Вначале говорит твое, а потом каждое свое. Потом каждое свое. Я смотрел за старыми СИПРами, там были истории, когда заявка на техническое присоединение 500 мегаватт, когда Россети уже все вроде бы сделали, говорит, ну, пока 5. А остальное потом. И что можно сделать энергетику? Он уже все сделал. Он уже все провел. Он вложился в вывод мощности. Он притащил линию электропередач. Там 330 киловольт все привел, а у инвестора что-то не сложилось. Все, заводы не будут. Буду печь пирожки. По всей стране за последние лет 7-8, точно не помню, заявок собрано на двукратное увеличение максимума нагрузки на тех присоединения. Но реально рост, вот мы с вами обсуждаем, ну, полтора процента. Ну, вот Дальний Восток больше трех в год. Ну, вот ситуация. Поэтому здесь, конечно, тоже определенная игра. Желание, пока есть, может, какие-то преференции забить. Те можете дальше, я посмотрю, что с этим делаем. А потом видно было. Да, там потом выгодайте мне, я уже разберусь с этим. Ну, и на самом деле, вот потребление электроэнергии это такое синтетическое показатель. То есть, если у нас на Дальнем Востоке потребление растет больше, чем в среднем по России, значит, регион начал подниматься на ноги потихонечку. Не все сразу. Как энергетика вообще расценивает, так позитивно. Мы там ждем потребление и всячески стараемся стимулировать развитие регионов и ГОКов. Стараемся там идти где-то. Конечно, гарантированно большое потребление. То, что нам надо. Ну, и с точки зрения экономики, действительно, развитие уже экономики. Чем лучше экономика, тем и нам лучше. Да, здесь такой взаимный круг. Ну, в любом случае энергетика – это действительно фундамент для развития всего остального. Никуда от этого не денешься. Пусть она вот такая консервативная, быстрое строительство невозможно, но без него, ну, да, как можно осваивать Дальний Восток, если не дать электрическую и тепловую энергию? Кто там будет жить, как там работать? Ну, условия вдвойне. И, наверное, последний вопрос, что я вас замучил. Геотермальная электростанция. Вот три работают. Есть планы искать где-то новые места, чтобы можно было пользоваться теплом Земли? Ну, если мы говорим про нормальный полноценный функционировщик, это, конечно, три станции на Камчатском, Камчатского края, Мутновская, Верхнемуутновская и Пужецкая, где терм. Да, действительно, для региона Камчатки, я считаю, это хорошее развитие. И первое, во-первых, того, что там не надо возить топливо, да, то есть, потому что газ там не оказалось такого газа, как хотелось бы. Да, сейчас стоит большая задача по завозу туда СПГ, но, с моей точки зрения, можно обойтись меньшим завозом СПГ путем того, чтобы еще развить геотермальную станцию. На самом деле, мы делаем сейчас проект по второй геотермальной станции, вторая Мутновская геотермальная станция. Ну, смотрим это порядка 66 мегаватт будет. Да, мы хотим это первая станция обыкновенной прямого цикла, так скажем так, станции и бинарный, поставите бинарный блок. На 16 мегаватт бинарный блок, который будет использовать вторичное тепло для производства. Вот, смотрим. Здесь мы смотрим партнерства с зарубежной нефтью, как... Неожиданно. Да, неожиданно. Они приняли решение о том, что хотят развивать свои компетенции с точки зрения геотерм, но с точки зрения подземного бурения. Вот, потому что поэтому мы так как родили вешки и корешки, да, подземную часть пусть занимаются те, кто этим занимается, да, умеют профессионально ехать, готово, а мы будем заниматься надземной частью с точки зрения энергетики. Поэтому мы подготовили, у нас есть сейчас подготовлено совместное технико-экономическое обоснование, сейчас уже буквально в последних стадиях, и, ну, также вопрос будет по дофинансированию. С моей точки зрения, для региона здесь можно лучше развить энергиотерм, чем переводить на СПГ привозной, который будет для региона более дорогой. Ну, да, потому что вопрос, газ перевести в СПГ, СПГ перевести в газ, транспортировка и так далее, и так далее, то есть во что это выльется по тарифам, совершенно непонятно. Ну, смотри, только когда мы говорим, ну, вообще, конечно, мы начнем там приходить с просьбы финансирования, скажут, денег нет, ну, да, а если чай денег-то с газовых проект как бы распределить сюда, то, конечно, эффективность была бы там другая. Поэтому тема, с моей точки зрения, интересная очень, я недавно был, кстати, на мировом форуме по геотерму, мир активно идет в этой истории, развивается, технологии совершенствуются, не хочу говорить там про лидеров, это понятно, там наш сосед ближайший, большой, там лидер в этой истории, там я имею в виду, про Китай, конечно, технологии идут вперед, и вот там тоже немножко загорается, я считаю, что это хорош на локальной генерации, для Камчатки, мне кажется, она тоже правильно, это вроде бы возобновляемая энергетика, при этом у нее нету тех минусов, которые возобновляем, она устойчива, она не зависит от погоды, то есть с точки энергетики это нормальная тепловая станция, но с точки зрения ресурса она возобновляемая, это хорошая история, поэтому я надеюсь, мы все-таки должны все-таки приходить во второе геотермальное, то есть было бы эффективно для региона точно. А еще где-то есть у нас регионы, где можно было бы, одно время ходили разговоры о том, что на Кавказе есть такие варианты. На самом деле, если чуть-чуть в геотерм допускаться, есть, наверное, история, можно производить электроэнергию, а можно производить тепло. Для тепла нужны более холодные параметры теплоносительные. Если мы сейчас используем, там у нас больше 150 градусов, это пароводиная смесь, которая идет из-под земли, то для того, чтобы обеспечить теплом без выработки электроэнергии, мы уже, там есть технология, которая до 90, там до 80-90 градусов, ну, то есть можно уже 8-90. У нас есть отдельные проекты, вы правильно сказали, на Кавказе, это Чечня, это Дагестан, но там пока просто именно для использования тепла, но это так отдельные точные проекты. Но на самом деле, когда мы смотрели в страну, есть где в стране, это не только Камчатка, но Камчатка, наверное, высокая эффективность с точки зрения, потому что там, понятно, есть активность, там подземная вода. Ну, наверное, на Кулинах-Местровах у нас тут же это было. Ну, да, тут поезд, да, вы правы, да, но если даже приходите уже в наш полноценный материк, масса территорий и в Сибири, и в центральных частях, и в Кавказ, где можно снимать, забирать этот теплоноситель из-под земли, это будет дополнительное тепло, а теплоснабжение тоже везде нужно во всех наших городах, и эффект может быть другой, там, я уж не хочу говорить про УЦР, цикл, цикл, рентген, где можем использовать вторичное тепло, вторичное с тем, но это уж такая боли, наверное. Понятно, можно и в теплообменник вместо воды что-нибудь подать и так далее. Да, и мы посмотрели, очень эффективно используем, в том числе и оборудование другое, и уже параметры другие эффективность повышается. Будет интересно, если будет что-то получаться, потому что такое направление вроде бы немножко на экзочку похоже, с другой стороны, это действительно стабильно, не зависит ни от погоды, ни от времени года. Единственное, конечно, когда идут фотографии зимних пейзажей геотермальных электростанций, вот эти 10-метровые слои снега, и там, конечно, смотрятся эффектно, как у вас дежурная там смена работает. Нет, смотрите, ну вот фонтану эффектов на станциях нету, да, потому что основное требование законодательства, та вода, которая достается из-под земли, должна туда и назад закачиваться, поэтому это отдельный гейзер для красивых, может быть, для картинок, да, для станции, это то, что мы берем, используем, назад закачиваем, потому что оно требование, потому что вода, она содержит различные там элементы, соли, поэтому ее на ландшафт сбрасывать нельзя, строго мы этому соответствуем, есть и те, кто, если даже мы вдруг бы захотели, может быть, нам бы не позволили эта история, вот, хотя, конечно, это удорожает немножко себестоимость производства электронных, но это природа, да, поэтому мы не будем здесь ей жертвовать, а это, может быть, где-то какого-то удешевления. Ну, посмотрим, потому что экзотика, экзотика, но вот в Исландии вообще никто не знает про тепловую энергетику, зачем, вот же ведро кипят газа зачеркнуло, все нормально, все в порядке. Вы правы, да, но, знаете, здесь другая, здесь те, кто ходит на вулканы, они еще всегда ходят, а можно к вам на станцию зайти, посмотреть, да, то есть, вот, ну, тема промышленного туризма, она тоже интересна, в настоящее время мы активно тоже развиваемся, это пока мы, правда, смотрели тему промышленного туризма с точки зрения объектов гидроэнергетики, вы знаете, да, у нас два маршрута открыты, но вот активно к нам стучатся и на геотерм, поэтому тоже надо смотреть и в этом плане, действительно, хорошо, что люди интересуются, хорошо, что интересно, да, потому что, конечно, наверное, наша молодежь немножко не промышленно ориентирована, да, то есть, модно другие виды, наверное, профессий где-то, и когда даже если, ну, я там лекции читаю, я всегда говорю, вот зайдите, посмотрите хотя бы, другое же мировоззрение, по-другому будет смотреть. Нет, на самом деле промышленный туризм на гидроэлектростанции, ну, это в конце концов красиво, посмотреть на сброс на Азии, на Буре, я уж молчу про Саяно-Шуршинскую, там такое, что-то смахивает на какие-то колоссальные постройки уровня египетских пирамид, и опять же, если мы говорим про гидроэнергетику, есть срок жизни у атомных электростанций, у угольных, у газовых, сколько лет можешь проработать плотиной ГЭС, пока еще никто не знает. Ну, вот у нас в группе компаний, если я правильно помню, самая старая ГЭС, это Гизельдонская ГЭС, и, по-моему, сейчас то ли 87, то ли 88 лет, ну, вот пример, причем это не какая-то там 100 киловаттная, это, по-моему, больше мегаватта, то есть, вот на работу, конечно, срок жизни цикл, это если правильно поддержать, это будет очень долгое... Ну, что касается долгой жизни гидроэлектростанций, они действительно похожи, пока опыта нет, но они явно могут работать больше сотни лет, единственное, что подлежит замене, это гидроагрегаты, так или иначе, это все-таки конструкции, которые свой срок жизни имеют, и насколько я в курсе, Росгидро проводит очень большую комплексную программу модернизации гидроэлектростанций, пару слов об этом можете? Конечно, действительно, мы уделяем большое внимание обновлению модернизации действующих электростанций, у нас программа, как вы сказали, она сокращенно так называется, ПКМ, программа модернизации, 11 лет программа уже действует, и в рамках данной программы мы модернизируем основное оборудование, это турбины, гидроагрегаты, это основное силовое оборудование, общий прирост мощности, потому что мы модернизируем с увеличением мощности, небольшой, но суммарно это набирается в большой объем, в общем, прирост мощности будет порядка 588 мегаватт, но это еще, по сути дела, одна гидроэлектростанция на территории нашей страны, поэтому эта программа важна для нас с элементом, и не забываем и про действующие объекты, и не только думаем про перспективные. Я надеюсь, что программа будет уверенно завершена. Люблю пример проводить про то, как, ну, в мир, мы же любим, когда надо мир-то использовать, да, посмотреть, а как в мире-то все, может быть, это гидроэнергетика, весь мир очень эффективно использует, почему они не говорят сейчас про гидроэлектростанции, потому что все, кто можно, они уже весь гидропотенциал выработали. Ну, это да, а в России только-только 20%. 20%, да, вот. Есть наглядное такое, вот, я говорю, там, например, Турция, или, например, Швейцария, да, в Швейцарии установлен мощность швейцарской ГЭС – 17 гигаватт, установленная мощность гидроэнергетики в России, ну, там, там, чуть больше 50, ну, то есть, разница в три раза. Территория Швейцарии, территория России отличается больше, чем в 400 раз. Ну, и вот, раз коснулись Швейцарии, вот, точно, отдельная тема, в Швейцарии отдельное направление – гидроаккумулирующая электростанция, причем есть случаи, когда они работают в комплексе, причем с атомной электростанцией, расположенной на территории Франции. Атомные энергоблоки любят постоянную нагрузку, и чтобы они ночью не простаивали, они не работали в холостую, работают насосы, поднимают воду, а Швейцария, соответственно, закупает по самому дешевому ночному тарифу, утренний пик, Франция охотно покупает лишнюю электроэнергию по максимальному тарифу. Швейцария в таком режиме работает, Франция при этом тоже довольна, потому что ресурс атомных энергоблоков увеличивается, они ничего не вкладывают. У нас в России гидроаккумунирующих электростанций две с половиной. Будем считать, три все-таки, округлять в большую сторону. Хорошо. Есть какие-то планы? Потому что вроде бы несколько проектов было, в том числе в Ленинградской области, у нас сейчас самая большая атомная электростанция в России, ленинградская атомная электростанция. Ну, здесь сошлюсь, конечно, на генеральную схему, четыре заложено там, но пока действительно вопрос опять с финансированным и с обоснованием дальнейшей необходимости финансированной. Я считаю, что, конечно, мы недооценим ГС еще больше, чем ГС. Вы сказали, Швейцария. Вся Европа, много ГСов, Турция, ГС, ГС, да, в Турции там не все знают, что там рек там, может быть, есть, а в Турции, а в Турции, по-моему, 32 гигаватта установленной мощи ГС, ГС. В Китае вообще какие-то сумасшедшие цифры, там что-то невероятное просто. Там мало ГС, суммарно, можете мало ГС, если уж идти, там больше, чем вся наша гидроэнергетическая медицина, поэтому, да, эти Китаи-то ранее живут в другой жизни, если брать все остальные. Поэтому, конечно, ГС мы недооцениваем, да, это хороший инструмент для системы оператора, но, с моей точки зрения, немножко правило, конечно, работы рынка, которые атомные станции немножко ввели в привилегированный, извиняюсь за выражение, режим, да, не заставляет их заботиться о наличии рядышком ГС, чтобы они не разгружались. Их по правилам ввели, не разгружают, ну, они хорошо сидят, их и так никто не разгружает. Если были правила бы немножко там одинаково для всех, то, конечно, чтобы не разгружаться, они были вынуждены искать партнерство, да, такого-то, или, может быть, где-то, в каком-то софинансировании строительства ГС рядышком и недалеко от атомных станций. Это же Азия, Корея, Япония, все то же самое, да. На самом деле, ведь и в Советском Союзе опыт комплектования атомной электростанции и гидроаккумулирующей электростанции был. Последнее, что мы проектировали и строили, это Игнолинская атомная электростанция в Литве, в 130 километрах от нее, гидроаккумулирующая электростанция Кровницкая, то есть, там было укомплектовано, и это еще умел Советский Союз. Мы опять плавно сейчас горло свалимся и лечимся. Дело даже не в плане, но это просто выгодно, выгодно атомчикам, потому что не нужны лишние остановки, лишние проблемы, выгодны энергосистеме, потому что пиковую нагрузку проходим совершенно спокойно, накопив воду за счет атомных электростанций, то есть, такой симбиоз. Согласен, но, опять-таки, тогда все станции должны немножко работать по принципу, когда одних нельзя разгружать, потому что это, поэтому и пошло им сейчас не очень сильно, это интересно. Ну, будем надеяться, что-то изменится, может быть, мы дождемся изменений в знаменитой ФЗ номер 35, закон об электроэнергетике, на мой взгляд, уже настала пора немножечко. Время прошло, мы подумали, увидели, какой результат он дал. Будем надеяться, что будут у нас новые гидроэлектростанции, будут солнечные электростанции в Якутии и на Чукотке. Надежда умирает, последняя, да, поэтому, конечно, верим и делаем все, чтобы эта вера реализовалась в жизни. Я очень надеюсь, что у нас не последняя встреча, потому что отдельно хотелось поговорить про тепловую генерацию поподробнее. Понятно, что это вроде бы, ну, совсем уже не Росгидро, угольная электростанция, но, тем не менее, они нужны, от них никуда не денешься, работать с ними сложно, но нужно. С удовольствием, да, то есть, мы всегда открыты, поэтому с удовольствием веду прямое участие. Большое спасибо за то, что нашли время. Будем надеяться, что это был дебют, вы еще появитесь. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.